Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не могу найти силы на позиции за отношение мужа ко мне. Ну что мы здесь видим? Мы здесь видим перекладывание ответственности, потому что, как бы здесь, ответственность за свое состояние и за свои реакции перекладывается на отношение мужа к автору вопроса. Здесь мы говорим об отсутствии личных границ, что определяет чрезмерное влияние отношения мужа на человека и вас, вероятно, зависимость. Мы в браке год живем вместе с его родителями на данный период жизни. То, что вы в браке год, в самом поседине так много, встречались ли вы до брака и сколько вы были вместе. Также интересен момент общего между вами, что вас объединяет и связывает, как вы воспринимаете друг друга и каков характер в ваших отношениях. То есть это гендерное взаимодействие или партнерство. Дело в том, что муж недавно уехал за границу, нашел работу там, где оплачивает хорошо. То есть вы сейчас на расстоянии. У этого должны быть конкретные сроки. Я тоже искал работу там, чтобы уехать и быть рядом с ним. Вопрос здесь заключается в следующем. Хочу рядом с ним быть, чтобы мне было спокойнее. Или чтобы это сделать счастливым его. Но я узнал о беременности. И с мужем решили, что лучше будет, если я останусь в стране. Но здесь очень важно, что вы вкладываете в «мы с мужем решили». Потому что, когда решают оба, но остается один, тут, на мой взгляд, есть определенные нюансы. Так как, во-первых, языка не знают из страны, да и не факт, что на эту работу и будут большие заплаты. А как же вы искали работу, когда не знали о беременности? Согласитесь, выглядит немножечко странно. То есть, раньше то, что вы не знали языка, и факт того, что вы можете не найти работу, вас не останавливало. Все ли дело здесь в беременности? Потому что, лично я как-то почувствовал, что, вероятно, вы не так уж сильно хотите работать. И это неплохо, неплохо. Это нормально. Но, на мой взгляд, нужно это признать. Почему мы не снимаем отдельное жилье, а живем с его родителями? Вы сами задаете этот вопрос, и потом начинаете на него отвечать. Этим самым вы выдаете контроль с одновременным таким чувством как бы вины и стыда. Я бы сказал, что глобально решение жить с родителями мужа мало чем отличается от вообще какого-либо решения. Именно глобально. Просто, с одной стороны, вы как будто бы сами не уверены в этом решении и отторгаете его. Но, а с другой стороны, совместное проживание с родителями дает некоторые серьезные моменты. Негативные моменты. О которых мы еще поговорим. Во-первых, мы не из России. В нашей маленькой стране очень тяжело. Зарплаты, мизерные цены на все бешеные. Да, мы не из города, а из поселка. Чтобы в город приехать, у нас не очень большие деньги. И жить с родителями это отличный вариант. Очень похоже на обравдание. Понимаете, то, что вы описываете, то, что вы описываете, напоминает историю с кредитом. Вот, знаете, захотел человек сделать какую-то покупку. Но у него нет денег на нее. А покупку сделать хочется. И человек берет и, значит, влезает в кредит. И все бы ничего. Но проблема здесь в том, что такой человек живет непосредством. Он натурально живет непосредством. Так же, как и вы. Вы тоже живете непосредством. Вы не можете сами переехать в город, потому что вам не хватает денег. И вы приезжаете за счет родителей. Вот здесь происходит первое нарушение личных границ. Причем делайте это вы сами. Даже не ваши родители. Ой, то есть, не родители вашего мужа. А вы. Понимаете? Это нарушение личных границ. То есть, сам я не могу. Я на тебя, как бы, обопрусь. И ты мне поможешь. Поможешь. Тем более, он единственный ребенок в семье. А единственный сын в семье. А при чем здесь это? Это вы к чему? Меня в целом остановка в доме устраивает. Родители мужа меня уважают и оберегают. Извините, а от чего вас нужно оберегать? Не выдает ли то, что вы написали, тревожность некоторую вашу? Мы за год ни разу не конфликтовали. Просто не из-за чего. Ну, я могу здесь сказать, что вам повезло. Наверное, что конфликтовать не из-за чего. Но вообще-то, если бы было из-за чего, то вы, вероятно, конфликтовали. Дальше. Сейчас о проблеме с мужем. Он за границей уже пару месяцев. За эти месяцы мы каждый день позвонивались. Так как он все время за рулем, ему удобно было со мной общаться. Вероятно, удобно было. Вопрос в контенте. Общение. Но уже полмесяца что-то странное происходит. Вещете вы. Я бы сказал не то, чтобы странное. Я бы сказал, что что-то изменилось. И вот то, что изменилось, вы называете странным. Если называть странным все, что меняется, это говорит о контроле. Я ему последний раз звонил две с половиной недели назад. Он сказал, что занят. Знаете, что я ему написал приятные слова о том, как скучаю, прочитал, но ответа нет. Обратите внимание. Вы написали ему приятные слова. Извините. Приятные слова для кого? А вы написали, что скучаете. Это про вас. Это вам. Вам его не хватает. Вам. А приятные слова были типа для него. То есть, как минимум, это несколько странно. Если мы пишем слова приятные, ну, то есть, или что-то говорим, например, то, на мой взгляд, мы это делаем для другого человека. Мы не делаем этого для себя. Если мы делаем это для себя, ну, если мы чего-то хотим, то это немножечко другая ссора. Так вот, мой вопрос заключается в том, вы писали ему приятные слова для себя или для него? Хотели бы сделать счастливым его или хотели для себя что-то? Судя по тому, что вы написали, что ответа нет, речь идет именно о втором варианте. Я подумал, наверное, очень занят на следующий день звоню, опять не отвечают, пару дней его не трогают, а он даже не перезванивает. Эм, ожидания. Есть вопрос ваших ожиданий. Вы ожидаете, что он перезванет? Понимаете? И вы его, как вы пишете, не трогаете. То есть, есть ощущение, что человек вам должен. Дальше. Потом я опять звонил, он вроде ответил, общался со мной, наверное, не как обычно, как будто что-то скрывает. Даже если и так, то это в первую очередь вопрос вашей тревожности. Это выжило чего-то, боюсь. Я поняла, что он не работает, так как когда он работал, он всегда хотел со мной говорить. Он признался, что с работы стал оттуда и будет искать другую. Пока. А почему признаться? Ну, признается-то обычно в преступлениях. А тут, о каком преступлении идет речь? Вероятно, муж почувствовал, что вы его обвиняете. Вероятно, муж почувствовал, что вы его осуждаете. Давите на него. И под давлением признался. Затем опять пропал. Ну, если вы на него давили, то как бы с давлением никто особо сталкиваться не хочет. Ну, я обнаружил, что у человека оказывается есть время на соцсети. В аккаунт добавляют новые песни, а в Инстаграм подписался на девушку из всей страны, где работала. Есть ощущение, что вы за ним следите. То есть, опять же, про контроль. Я тут же написал ему смс, кто это. Ревность. Ну, вы отдаете себе отчет в том, что это ревность? Вы отдаете себе отчет в том, что вы нарушаете личные границы человека и заходите в его личную пространство? Он сказал, что просто подписался, а потом мы дали ему. Я ему написал длинное смс, так как уже очень длился на него. Он пропадал, не отвечал на звонки, заставлял меня беременную нервничать. Здесь у вас перекладывание ответственности снова на человека. Это не он заставлял вас нервничать. Это вы нервничаете. Понимаете, вы нервничаете. Он здесь ни при чем. Ваша реакция на его действия, это ваша реакция. Да, может быть, из-за беременности. Но лично я в этом немножко сомневался. Написал, что я не глупый, а не глупый. Я вижу, что у него много времени на соцсети, но и сказал, что он подрывает мое доверие к нему. Здесь то же самое, а вы опять же перекладываете ответственность на него, потому что ваше доверие не зависит от его действия. Если ваше доверие зависит от его действия, это не про доверие, а про ожидание того, что он будет таким, каким вы хотите его видеть. Он ответил просто, ну да, и все, и даже не позвонил, чтобы разобраться. Здесь чувствуется ваша растерянность, от того, что человек не поддался на вашу манипуляцию и обвинение. Он не стал вам на это отвечать, и вы не знаете, что делать. Вам необходимо увидеть, что вы используете манипуляции в конфликтах, в диалоге со своим людям. Я с ума схожу уже. Да, но от чего? От страха, от тревоги. От чего? У его мамы операция, идет в данный момент много работы на мне по дому, готовка, иглачка, свекру и уборка. А вот это прелести жизни с родителями. И это вновь нарушение ваших личных границ. Потому что на вас взваливается то, что, в общем-то, к вам отношения не имеет. Я очень устал, не только морально, из-за непонятной ситуации с мужем, а еще из-за бытовой работы по дому. Но ситуация непонятная с мужем именно в силу того, что вы не уверены в себе. И вероятно, боитесь, что он вас бросит. То есть вы себя обесцениваете изначально. Что касается бытовой работы по дому, то это ваша неспособность сказать нет. Причем, обратите, как получается. В ситуации с бытовой работой вы не говорите нет. То есть вы делаете все, что от вас требуют. И чувство вины, и чувство долга, и чувство благодарности. Неважно. Это делаете. Но с мужем вы, напротив, ведете себя в позиции преследователя. То есть, чем больше вы будете брать работу дома, тем более доминирующие будете вести себя с мужем. И тем более неприятно им будет с вами общаться. Так, не кладает времени на себя практически. Согласен. Но у меня есть чувство, что вы как будто жалуетесь. Это ваша ответственность и ваш выбор. Так жить. Я имею ввиду. Еще будь часть веб-дизайна, но все никак не доведут дело до конца, все время заняты. А это отговорки. Если вам было интересно, вы бы довели это дело до конца, не беря на себя, то, с таком к вам отношения не имеют. На этом хорошо можно зарабатывать в нашей стране, а так как конкуренция небольшая и востребована это. Я вам верю, вопрос в том, насколько это важно для вас. Но когда мама мужа выйдет после операции, я буду ухаживать за ней, помогать, подумаю опять. И здесь снова нарушение ваших личных границ. и не способны сказать нет. Я, конечно, сама этого хочу, но устаю почему-то очень. Потому что тяжело брать ответственность от других людей. Тотально. И без контроля. Ничего не хочется, но тут депрессивное состояние. Ночами сплю плохо, сонный паралич, поверхностные сны. Это тревожность. Может это просто беременность? Нет. Или все-таки смутим, разобраться надо как-то, но как, если он не звонит и опять после вчерашнего моего торга он не ответил. Не смутим. Себе. Нужно разобраться в себе. Я ему написал, что он забыл про меня и малыша. Это манипуляция. Вы используете манипуляцию в разговорах со своим мужем. Он опять не ответил. Опять не поддался на вашу манипуляцию. Софекром он недавно говорил по телефону, оказалось, что к нему приехал двоюродный брат по городу катаются, да, родный брат изучает страну. И после услышенного я очень расстроился, так как поняла, что у мужа не так лучше все и плохо. То есть обратите внимание, обратите внимание, то, что у мужа все неплохо, вызывает у вас расстройство. Вам бы порадоваться надо, если вы его любите, а вы расстраиваете. То есть здесь очевидно, что за счет мужа вы решаете проблему собственной ценности. Вы не можете радоваться за мужа, что у него все хорошо, потому что подобное чувство возможно из избытков. Я имею в виду вашего психологического избытка, что вы расстроились, говорит о том, что вы в дефиците. Я уже совсем ничего не понимаю. Непонимание рождается из-за недоверия себе и невозможности принять самостоятельное решение и опереться на него. Как нельзя найти с ума и найти хоть какие-то силы на позитив, очень нуждаюсь в совете. Диана, мы не даем советов, психологи не дают советов. Про не зайти с ума, я могу вас успокоить, что вы не зайдете с ума нельзя зайти с ума скажем так, ну вот так вдруг. А по поводу силы на позитив, что вы вкладываете в слово позитив? Давайте сначала разберемся, что такое позитив и для чего он вам. Есть ощущение, что вы спрашиваете примерно следующее, как найти силы на ложь. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.